В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит разгрузить кладбище благодаря развитию биозахоронения. Об этом и о других положениях нового законопроекта поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях судебно-медицинский эксперт Борис Яворский. Здравствуйте. К биозахоронениям подойдем чуть позже. Положения, которые вам были интересны более всего, кроме биозахоронения? Прежде всего, самый общий вопрос. Наши все законы переживают два этапа в своем существовании. Они двухфазные. Сначала идет фаза декларативная, а потом фаза дискриминативная. В каком смысле? То есть сначала у нас есть пустой закон, который не содержит никаких подробностей и разъяснений. Он просто декларирует о том, что мы за все хорошее и против всего плохого. А потом этот пустой закон обрастает мясом, незаметно обрастает мясом подзаконных актов. И, собственно, вот тогда-то и становится понятно, кого, собственно, этот закон хочет дискриминировать. Сейчас это пустой закон? Сейчас во многом это пустой закон, так как достаточно многие, ну, точнее, законопроект, он еще не принят. Достаточно пустой закон, поскольку многие его нормы не расшифрованы. Многие вводимые понятия никак не раскрываются и не обрастают подробностями. То есть, понятно, о некоторых вопросах это даже в открытом законе говорится, что это дали Будды. Как, например, в вопросах транспортировки сказано, что будет определяться в особом порядке. Что под этим подразумевает законодатель? Мы имеем в виду транспортировку усопших. Да, совершенно. Там указано, что оно должно быть на специально... Специально оборудованном транспорте. Какой это будет транспорт? Это еще один очень занятный вопрос, который тоже, видимо, будет как-то определяться в особом порядке, по крайней мере. Сейчас я опросил достаточно многих ребят из похоронных бюро, разных юристов, и никто не может мне сказать, в чем заключается эта специальная оборудованность. Во-первых, и во-вторых, что тоже интересно, на кого, собственно, возлагается обязанность контролировать эту самую специальную оборудованность. То есть, то ли морг не должен выдавать тело, пока не удостоверится, а специально ли оборудован ваш транспорт. То ли сотрудники полиции должны ловить все машины с покойными и выяснять, специально ли они оборудованы. То есть, это еще одно пустое место, на котором, ну, наверное, потом возникнет какой-то подзаконный акт. Как-то разъяснится это, да? Да, он может быть в том числе и очень неприятным. Либо это будет вопрос, который зависнет в воздухе, надолго время. Также есть норма, которая работникам правоохранительных органов, ЗАГСов и медикам будет запрещать сообщать телефоны и адреса родственников усопших. Что это значит? Я цитирую одного известного политика «Хотели как лучше, получилось как всегда». То есть, совершенно понятно, на что именно эта фраза направлена, на что именно эта атака нацелена. То есть, действительно, на совершенно отвратительную практику продажи и медиками, и работниками полиции, и другими чиновниками, так сказать, контактных каких-то адресов телефонов родственников покойных. Но такая прямая заборона, такой прямой запрет при этом приводит к некоторым забавным нюансам, которые пока никак не раскрыты. И связано это с тем, что в этом законопроекте транспортировка стала официальной услугой и только официальной услугой. Которую может оказывать? Которую может оказывать, в принципе, лицо, которое обозначено в этом законопроекте, как надаваясь ритуальных послуг. Вопрос не в том, кто может надавать эту послугу, вопрос в том, кто может обращаться за этой услугой. Потому что, соответственно, закону Украины о погребении и похоронном деле с этими поправками, которые вводятся новым законопроектом, обращаться за услугами, в том числе и услугой транспортировки покойных, может только лицо, которое хоронит покойного. То есть это либо родственник, либо, как это прописано в этом законопроекте, лицо, в отношении которого при жизни покойный в присутствии свидетелей высказывал подобное пожелание. Хочу, чтобы меня вот этот человек хоронил. Парадокс в том, что если у нас есть труп на улице, то обязанность после осмотра места происшествия доставить этот труп в судебно-медицинский морг лежит на начальнике райотдела полиции. Если человек умер в больнице, то обязанность доставить этот труп в морг лежит на главврачей. Ни тот, ни другой не являются лицами хоронящими покойных, да, и в отношении них уж явно покойные при жизни никаких указаний навряд ли выдавали, да. Вот. Что им в этой ситуации делать, то есть любое их действие оказывается нарушением либо одного положения, либо другого. Еще и может повлечь за собой ответственность. Совершенно верно. Причем сразу по двум пунктам. Во-первых, нужно обеспечить перевозку, либо каким-то образом найти родственников и принудить их обратиться до надавца ритуальных послуг, чтобы эта перевозка была заказана. А для этого он вынужден, главврач или начальник райотдела, вынужден свести между собой родственников и похоронное агентство, какое-то надавца ритуальных послуг, и тем самым нарушить уже этот пункт, да, о ненадонии информации. Сплошные противоречия. То есть, да, настолько занятный лабиринт запретов, сквозь которые пока что невозможно пройти, не нарушив хотя бы один-два из них. Биозахоронение. Для тех наших телезрителей, которые понятия не имеют, что это такое, расскажите. Этот законопроект под биозахоронением понимает захоронение с материалами, которые гарантированно разлагаются в течение не более пяти лет. По этому проекту подобное захоронение возможно не только на территории официальных кладбищ, но и в других местах, которые определяет орган местевого самовыгрыдования, то есть, в нашем случае, мэрия, видимо, да, таким местом захоронения может быть, допустим, парк культуры и отдыха. Такой вариант прямо упоминается как возможный законопроект. Парки, скверы, биосапарк. Да, скверы, да, хоть Терраспольская площадь. Мэрия имеет право, да, вот посреди Терраспольской площади может оказаться оградка, и там, собственно, упомянутые в законопроекте информационные таблички. То есть, весь этот вопрос уместности и неуместности отдан сугубо на усмотрение органами сцевого самовыгрыдования и его представлениям об уместном. Ну, к нам все время приводит какой-то опыт зарубежный, успешный. Италию часто приводят в пример, когда говорят о экозахоронениях. Мы к этому готовы? То, что проблема это назревшая, учитывая огромное количество закрытых кладбищ на территории Украины. С этим нельзя не согласиться, что проблема очень назревшая, и ее как-то надо решать, безусловно. Это, наверное, хороший вариант решения. Другое дело, что все те подробности, которых не хватает в законопроекте, дают очень много, во-первых, коррупционных рисков, во-вторых, рисков странного исполнения этого закона. То есть, проблема назрела, мы, в принципе, к ней, наверное, готовы, но тот способ, которым нам предлагают эту проблему решать, выглядит откровенно сырыным. Ну, наверное, можно допустить биозахоронение, опять же, если это будет в каких-то специально отведенных для этого местах, но не в парках, в сферах общего пользования. Этот вопрос отдаются на усмотрение представлениям органов местевого самоврядувания об уместном и возможном. То есть, мы знаем, что в нашей стране органы местевого самоврядувания иногда ведут себя достаточно странно, причудливо, забавно, занятно, как угодно, но только неадекватно. Еще одна интересная норма — это запрет перевозить ритуальные предметы в открытом виде. Да, этот тезис вызвал глубочайшее удивление, ну, в общем, как у меня, так и у всех тех товарищей, с которыми я по этому поводу общался. Что означает открытый и закрытый вид ритуального предмета, совершенно непонятно. Еще и что является предметом. Да, груб, является ли он закрытым, когда закрыта его крышка, или тогда, когда он сам помещен в какой-то закрытый контейнер, и, допустим, венок, да, в каком состоянии венок открыт, в каком закрыт. Да, да. То есть, видимо, это, то есть это уже гипотезы тех, кто это читал и чесал в затылках, видимо, этот момент, попытка как-то пресечь стихийную торговлю подобными ритуальными предметами, которая, в общем, разрастается по всем, даже самым мелким рыночкам, но это только гипотеза. То есть, что имел в виду законодатель под этой формулировкой, остается до сих пор неясным. Существует мнение, что этот законопроект призван защитить интересы крупного похоронного бизнеса. Почему так? Некоторые его подробности, некоторые его нюансы действительно позволяют такое предположение высказать. В частности, то, что ряд услуг, о которых идет речь в законопроекте, фактически могут быть оказываемы только так называемыми похоронными домами. Похоронный дом – это юридическое лицо, а юридическое лицо, чтобы работать в этом бизнесе, должно предоставлять соответствующим органам справку о наличии штата работников, материально-технической базы, специального транспорта, иметь утвержденный минимально уставной фонд. То есть, частник физичного особо-педприемец этого всего сделать не может. То есть, целый ряд каких-то услуг окажется возможным для исполнения только крупным юридическим лицам. Это, в принципе, позволит остаться на рынке только монополистам. Да, это, возможно, и похоже на то, что приведет к некому переформатированию рынка. Возможно, какие-то мелкие надавцы ритуальных послуг, то есть, вот эти физические лица-предприниматели, возможно, смогут как-то объединиться, сформировать из себя некие похоронные дома и обзавестись юридическими лицами. А кто не сумеет, тот, да, скорее всего, будет вынужден уходить с рынка. Или идти под крылья крупным предпринимателям. Тем не менее, положительные моменты есть у этого законопроекта? Положительные? Ну, безусловно, есть. Во-первых, все те моменты, которые касаются изменений в уголовный кодекс. То есть, этим законом. Закон у нас состоит, фактически, из двух частей. Первая его часть относится не к закону про похорон, это похорон на справу, а к закону, а к уголовному кодексу, криминальному кодексу Украины. И этот первый пункт вводит достаточно серьезную, где-то вводит серьезную, а где-то усиливает существующую ответственность за нарушения в сфере похоронного законодательства. Здесь и надругательство над могилами, здесь и вопросы допуска лиц, имеющих право совершать какие-то похоронные процедуры и так далее. То есть, учитывая напряженность и религиозную, и идеологическую в обществе, такие вот провокации, связанные с захоронениями, могут быть, их можно ожидать, их следует опасаться. И усиление уголовной ответственности за подобные провокации, ну, в общем, мне кажется вполне верным шагом. Но, к сожалению, вопросов в этом законопроекте пока больше, чем ответов. Буду надеяться, что... И, что самое главное, некоторые вопросы, которые действительно давно назрели и давно требуют разрешения, их законопроект вообще не касается. Что вы имеете в виду? То есть, допустим, устанавливая лиц, которые способны осуществлять похороны, имеют право осуществлять похороны, это родственники покойного, это лицо, которому покойный при жизни делегировал это право, потому что законопроект никак не определяет очередность этого права. Очень часто, к сожалению, в моей практике бывают конфликты, когда несколько ветвей родственников, допустим, мать и жена, брат и жена, оказываются в конфликте за право хоронить покойного, следовательно, потенциально оставить у себя его документы и так далее. Где хоронить? Закон в настоящее время никак этот вопрос не раскрывается. Будем надеяться, что наши законодатели будут внимательнее относиться к разработке новых законопроектов и учитывать мнение специалистов. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был судебно-медицинский эксперт Борис Яворский. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь репортером.